Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Олег Соловкин и в эфире проект интервью дня. Буквально накануне председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили объявил о начале конкурса на должности глав райадминистрации региона. По словам губернатора, новые чиновники проработают 5-7 месяцев в качестве волонтеров. Дальше цитирую. Пока мы не прорвем фронт налоговой и таможенной, мы реально не будем платить им зарплату. Это важно, уточнил глава облгосадминистрации. Ну а подробнее об этом мы поговорим с экс-министром экономического развития Украины Павлом Шереметом. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Павел Михайлович. Ну вот, знаю, что с 27 февраля по 2 сентября прошлого года вы занимали пост министра экономического развития и торговли, а сейчас находитесь в Одессе и помогаете проводить собеседование с кандидатами на должности глав райадминистрации. Сегодня и завтра. Сегодня и завтра. Заявки, насколько я знаю, уже подали около 4 тысяч человек. Как проходит отбор и на что обращаете внимание в первую очередь? Ну, смотрите, я принимаю участие только в той стадии, где проходит собеседование. Понятно, что сделать собеседование с 4 тысячами человек – это практически невозможно, поэтому это уже отобранные люди для собеседования. Я не отбирал людей на собеседование, я даже, честно говоря, не знаю, кто это делал и как это делалось. Но то, как происходит собеседование, оно проходит фактически в прямом онлайн-режиме. То есть участник физически здесь, кандидат, но его ответы транслируются в интернете. И, ну, судя даже по моей ленте, я вижу, что люди реагируют. Кто-то им нравится, кто-то им еще больше нравится. И это, кстати, впервые в стране. То есть я хочу обратить ваше внимание, потому что это очень важно. Потому что как раньше назначались люди на такие должности? Ну, если в стране была правящая партия, тогда все понятно. Это я имею в виду, кстати, не только в советское время. А в последнее время это была коалиция. И фактически районы разделялись между участниками коалиции. Ну, а все остальное происходило за закрытыми дверьми. Поэтому то, что сейчас происходит в Одессе, это абсолютная революция, которая, я уверен, будет потом скопирована и сделана тоже, повторена в других областях регионов страны. Ну, как думаете, почему решили начать именно с Одессы? Ну, это председатель областной госадминистрации у вас такой, да. Понятно. Ну, расскажите нам хоть что-то. Это обычное собеседование при приеме на работу или есть какие-то нюансы? Ну, это нюанс, потому что это государственная служба, это государственная должность. То есть, конечно, это нюанс. То есть, если я проводил интервью в бизнес, там свои нюансы. То есть, все зависит от отрасли. Эта отрасль – это государственное управление. И там, соответственно, нужны какие-то, какой-то пакет идеального кандидата, скажем так. И, ну, вот если там для меня это четыре вещи, которые – это видение, ценности, знания, или, скажем, инструменты и навыки. Там в анкете немножко по-другому, потому что там есть патриотизм, есть мотивация тоже как факторы. Каким должно быть видение? Видение развития района. Так. Ну, каким? Направленное на развитие. То есть, кстати, это водораздел, потому что многие кандидаты видят, ну, собственно, видения они не имеют. Они фактически видят, что они будут там контролировать что-то, аудитировать что-то. То есть, ну, я думаю, что, к сожалению, у таких кандидатов, ну, вряд ли есть шансы сейчас попасть на эту должность. Но я, мы им честно говорим, смотрите, нам нужны люди, которые, которые, как бы, направлены на развитие. Потому что две тысячи долларов, две тысячи пятьсот долларов на душу населения, я думаю, что в области, наверное, это еще меньше. В центре Европы, в двадцать первом столетии, это полная аномалия, это так быть не должно. И поэтому нужно бурное развитие фактически в каждом регионе, в каждой области, значит, в каждом районе. Что касается ценностей, в чем они заключаются? Ценности, вот как раз те вещи, о которых я говорил, это патриотизм, это направленность на европейские ценности тоже, на демократию, потому что мы демократическая страна. На самом деле, я думаю, что мы одна из самых демократических стран в Восточной Европе, это наша гордость. Мы пока еще должны быть такие же демократические в экономике. На самом деле, наша экономика, к сожалению, наименее свободна сейчас в регионе. И вот, собственно, здесь тоже как бы фронт работ, в том числе даже и для этих людей, для руководителей райгосадминистрации, потому что они фактически на самом таком низовом уровне развивают или отжимают бизнес. Конечно, мы хотим, чтобы бизнес развивался, потому что он дает рабочие места, он дает экономический рост. Какими знаниями должен обладать новоиспеченный чиновник, по-вашему? Ну, элементарные, скажем, знания в стратегическом планировании, то есть набор стратегических приоритетов, стратегический анализ, умение выстроить систему управления, ну скажем, управления по целям. То есть я очень часто спрашиваю, какая у вас, какая будет у вас центральная цель? Как эта цель потом каскадируется вниз, ну это уже будет дальше вопрос, я его сейчас не задаю, а дальше у человека будет уже необходимость каскадировать это по заместителям, по отделам, выстроить систему мотивации в зависимости от достижения целей. То есть мы говорим, ну хорошо, рост районов, скажем, на 5-6%, хорошо, что дает нам экономика, что дает нам сельское хозяйство, что дает нам туризм, что дает нам культура, что дает нам образование, потому что это совсем разные вещи, то есть эти вещи нужно разбросать. Нужно знание и инструменты управления проектами, потому что фактически все это развитие, это достигается за счет проектов. Управление проектами – это инструмент, который делает руководителя эффективными или нет. Вот в первую очередь такие вещи. Ну а вот теперь, что касается навыков, а если нет опыта, что делать тогда? Это не фатально. Собственно говоря, я с знаком вопроса отношусь к слишком большому опыту. Даже когда мы работали в правительстве, очень часто звучала эта фраза – 20 лет опыта в отрасли, из них 15 лет на руководящей должности. Я тогда сказал, ребята, это минус для меня, это минус. Это не конец, это не крест, это только минус. Потому что я хочу понять, а что человек там делал и какие результаты достигнуты за эти 15 лет. Если 15 лет опыта, но нет результатов, тогда это, возможно, проблема. Поэтому недостаток опыта может компенсироваться опять видением, может компенсироваться ценностями и может компенсироваться навыками. Навыками тоже, работая с людьми. Кстати, очень важно тоже, мы говорим это кандидатам, работа в госслужбе – это командная работа. Потому что люди, которые приходят часто, они говорят, я одиночка, я построю, я сделаю, я достигну. Я говорю, из того, что я знаю, ну да, там надо быть бульдозером в чем-то, но это коллективная работа, это командная работа. Поэтому с какой командой вы приходите? Я без команды. Хорошо. Как вы будете набирать команду? То есть это тоже вопросы, которые обсуждаются. Вот смотрите, зарплата главы райадминистрации около 3,5 тысяч гривен. Михаил Саакашвили сейчас говорит, что зарплаты не будет вообще. Как можно при этом найти хорошего руководителя, при этом быть уверенным, что он не будет воровать? Очень хороший вопрос. Но, кстати, вряд ли не будет вообще зарплаты. Я не представляю, как это сделать на уровне легальном. Скорее всего, имел в виду, что это маленькая зарплата. Он имел в виду тоже, что если нам удастся легализировать полностью упрозоритую украинскую мову, то, что бывает на мытнице, то, что он говорит на таможне и на других таких вот органах, которые получают пошлины, мыто, и, соответственно, это даст рост и в государственный бюджет, и на региональном уровне, нужно пересматривать эту сетку, называется, зарплат. Кстати, зарплата министра не намного выше, она чуть-чуть выше. На чуть-чуть на сколько? Ну, моя последняя зарплата в августе была 3 500. Я вижу, там кто-то сегодня из министра писал 4 500 сейчас зарплата. Зарплата министра 4 500? Да, да, да. Ну, на руки. И понятно, что, ну, мне понятно, многим понятно, что, ну, это популизм. То есть это, ну, так, с такой зарплатой можно туда заходить там на полгода. Как вы считаете, какая на сегодняшний день достойная зарплата для главы райадминистрации? Это зависит от региона. Да. Мы берем Одесский. Ну, здесь мне нужно посмотреть конкурентную зарплату, которая есть в среднем уровне зарплаты, причем реальной зарплаты. Ну, я думаю, что это должна быть, ну, как минимум в три раза выше, как минимум, да. Я думаю, что чем выше, там тоже должен быть выше дифференциал. Но, смотрите, я сказал конкурентный уровень, но я не за то, чтобы государственная зарплата была на конкурентном уровне. Потому что престиж государственной службы, если ее правильно выстроить, он является нематериальным мотиватором. Это значит, что зарплата может быть ниже. Потому что, ну... Никакой другой вопрос. Как сделать так, чтобы сделать такую зарплату? Вы поймите такое, что... Я сейчас закончу эту мысль. Те люди, которые... Кстати, ответ на ваш предыдущий вопрос. Представляем себе, что Одесская область достигает прорыва. Ну, собственно, сейчас все делается для этого. И правильные вещи делаются для этого. Человек, который через пять лет выходит и говорит, я работал в команде Михаила Саакашвили, и которая достигла прорыва в Одесской области, его цена на рынке труда, на частном даже рынке труда, то есть для частной компании, будет немеряная просто. Это будет значительно выше, чем тот самый конкурентный уровень. То есть на Западе происходит то же. Люди какое-то время инвестируют свои знания, свои навыки, свое служение, если можно так сказать, для страны. И потом они получают за это вознаграждение позже из частного сектора. Ваш вопрос был... Как сделать так, чтобы... Как это сделать? Наполнением бюджета, ростом. То есть нужно удваивать, утраивать ВВП, а значит удваивать и утраивать бюджет. И, кстати, это тоже будет, значит, рост зарплаты, пенсии для граждан Украины. Это не только для государственных служащих. Может, все-таки сначала замотивировать, а потом уже наполнять бюджет? Ну, сначала начать платить достойную зарплату, а потом уже... Значительно меньшему количеству государственных служащих. Это тоже фактор. На самом деле, ну, мы смотрели, скажем, в министерстве, мы смотрели то, что... В министерстве экономики было 1300 людей. Это много? Мне казалось, что 250 там достаточно. То есть, в принципе... В 5 раз. В 5 раз. И даже если поднять зарплаты в 4 раза, это еще дает какие-то сбережения для государственного бюджета. То есть это тоже путь. Я не знаю, ответите ли вы на следующий вопрос, но я вам его задам. Вот кто хочет возглавить районы? Местные активисты, политики или бизнесмены? Кого больше? Все вышеперечисленное. То есть есть разное. Ну, мне даже так сложно сказать. Сложно сказать. Мне кажется, что, возможно, немножко бизнеса больше сейчас. Но есть всех. Кстати, политиков немножко даже меньше. Я сегодня меньше слушал политиков. Может, моя вот эта выборка, что называется, украинской мовы, была недостатня, чтобы сделать полностью все выяснивки. Но из того, что я вижу, там в основном были местные активисты, очень часто, и люди с бизнесом. Есть кандидаты из других областей Украины или из-за рубежа? Из-за рубежа не было. В той выборке, которую мы видели сегодня, были люди из других городов. Киев, Харьков, но не из-за рубежа. Сейчас, кстати, я хочу похвалить здесь Одессу, потому что желание многих быть сопричастным к тому, что сейчас здесь происходит, я думаю, что довольно огромное. То есть я так слышу в своих кругах тоже, я вижу, кто сейчас работает в областной госадминистрации. Это очень важный уровень энтузиазма и желательно его, конечно, поддерживать, потому что его легко поддерживать первые две недели, три недели. А я сегодня кое-каких коллег немножко предупреждал, что настоящая жизнь начнется через 2-3 месяца, а когда будут лупить со всех сторон, когда нужно будет уже защищать те высоты, которые сейчас занимаются, тогда будет сложно. Ну вот желательно сберечь вот этот энтузиазм, который есть. Но и у страны есть желание тоже помочь, потому что я слушал мэр Львова, тоже выступил с таким, как бы, пожеланием практически, что нужно помочь всем, чем мы можем. Потому что на самом деле это островок реформ, это то, что для многих это большая надежда. Для некоторых это даже последняя надежда, я так не хочу так уже так фатально ставить этот вопрос, но страна сейчас много в чем живет Одессой, потому что здесь есть реальный шанс на реальные изменения. Слушайте, а зачем нужен такой большой и помпезный конкурс, если вскоре райадминистрации планируют ликвидировать? Ну, во-первых, это все еще разговоры. Во-вторых, пока их ликвидируют, есть вещи, которые нужно делать. И поэтому я не думаю, что это лишнее. Кроме того, те люди, которые себя хорошо покажут на этих должностях, у них будет будущее не только в области, а и в стране тоже. Какие полномочия должны получить главы администрации, чтобы иметь возможность на что-то реально влиять в районе? Ну, на самом деле это большой вопрос, потому что полномочий там немного. Как и, собственно, даже и в областной госадминистрации, не очень большие полномочия. Полномочия, на самом деле, пока централизированы в Киеве, и это неправильно. А что же без полномочий будет сдвинуто? Ну, вот, нужно распределение полномочий. Меня просили не использовать слово децентрализация, поэтому я его не использую. Хорошо. А нужно распределять вниз, спускать полномочия для того, чтобы эти люди имели эти полномочия. Даже не на уровень области, а туда вниз, председатели сельских головы, миски головы, чтобы у них были полномочия и у них были ресурсы. Потому что, на самом деле, решения лучше всего принимаются там, в нашей, ну, довольно дифферсифицированной, то, наверное, тоже разнообразной, я бы сказал, стране, разные подходы, разные регионы. И, соответственно, ну, главное здесь то, что Киевоцентричная модель пока, ну, пока не сработала. И поэтому она, собственно, вот, центризм в мире вряд ли работает. Мы видим фактически желание в Европе тоже децентрализовать власть и в многих других странах. Поэтому нужно выйти на такую модель, где руководители действительно имеют не только полномочия, они имеют ресурс, то есть финансовый ресурс тоже, какая-то часть налогов остается там. Но, смотрите, то, что делает сейчас, скажем, председатель областного госадминистрации, он использует не только полномочия, он использует влияние, он использует доверие. То есть он ездит, он встречается, он разговаривает, он слушает, он слышит. Это тоже, это очень важный ресурс. Меньше пяти минут у нас остается, возможно, даже меньше четырех. Два вопроса у меня еще к вам есть. Вот как бороться с коррупцией на уровне районов, если можно кратко? Кратко. Если кратко, совсем кратко. Принцип такой, нулевая толерантность к коррупции. То есть неприятие любой коррупции. В чем здесь у нас проблема? Потому что, смотрите, мы видим здесь, как бы, не очень все чисто. Но трогать нельзя, потому что спонсор партии. А здесь нельзя, потому что, ну, скажем, близкий друг, может, кум, может, еще что-то. Это все реально изменить? А вот здесь вот можно трогать. Давайте тронем. Соп, нельзя, потому что он знает о первых двух. Ну, конечно, на самом деле все и есть. Вот, вот, вот. А так и есть. А я о чем говорю? Борьба с коррупцией начнется тогда, когда всем троим скажут до свидания. И, причем, это мягкий вариант. А лучший вариант на выходе прокурор. Ну, до свидания вот этим троим могут сказать, а добрый день могут сказать троим другим. Отлично, хорошо. Дальше, значит, тоже сложное слово, дерегуляция. Что это значит? Упрощение бизнеса, отказ от ненужных справок, документов, разрешений, дозволев и так дальше. Потому что, на самом деле, там коррупция. Упрощение этих процессов там, где они нужны, потому что все-таки документ на землю нужен. Но это легко упростить в 21-м столетии, в электронном веке. Мы не хотим, многие не хотят это делать, потому что, давайте, это занимает процедура. Я, кстати, сам недавно получал справку. Это, конечно, интересная история. Справку я получал о том, что я не должен государству налоги. Кстати, один государственный орган спрашивает меня для того, чтобы разрешить мне должность в банке, в наблюдательном совете. Говорю, так спросите сразу налоговую. А, нет. И, получается, процесс занимает неделю. Если вы хотите получить за день, есть момент. Говорят мне. Я говорю, ребята, вы телевизор смотрите. Я же напишу сейчас об этом в фейсбуке с фамилиями и все остальное. Нужно отказаться от этого. Сейчас, кстати, есть хорошая инициатива уже о переходе в таких вещах уже на электронные формы, на электронные процессы. Все это должно быть прозрачно. НДС тоже должен отдаваться, возвращаться прозрачно. Тут понятно, кому он возвращается. Чем больше прозрачности, тем меньше коррупции. Почему решили участвовать в подборе? Вам Саакашвили предложил? Из команды. Что думаете вам? Потому что я сейчас считаю, что вся страна должна помочь Одессе делать те вещи, которые обещаны. 30 секунд. Что думаете о новом губернаторе? Я отношусь к нему с огромным уважением. Но он не сделает одесского чуда. Я об этом писал в день его назначения. Одесское чудо будут делать одесситы. Возможно, под его руководством, с его направлением. Но делать будут одесситы. И я рад немножко как бы долучиться до этого великого процесса. Я благодарю вас за эту беседу. Экс-министр экономического развития Украины Павло Шеремет. И сегодня был гость в нашей студии. Вы смотрели интервью дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин